надеюсь что меня хорошо слышно везде в инстаграме в телеграме фейсбуке в ютюбе мы продолжаем изучать тору в частности благодарность благодарность сегодня у нас 19 урок в теме благодарность и я прямо чувствую спасибо всевышнему как действительно начинает выполняться обещание вашего маруша что благодарность открывает все ворота все ворота все 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 открываются слава богу максим перенчук вот с нами уже сколько лет мы до почти несколько лет уже и значит благодарность вот прямо ярко то есть все изучение тора она дает человеку связь со всевышним понимание как все работает но благодарность это ворота такие через которые проще всего соединиться всевышним и наслаждаться действительно любовью всевышнего этой связью потому что это самое большое вообще в мире я думаю самое большое наслаждение это чувствовать осознавать свою связь со всевышним и любовь всевышнего его его участие в во всем во всем что нас окружает него участие он хозяин всего этого он все это делает и сегодня мы у нас сегодня 19 уже урок в этой теме и раф шаломаруш нам сегодня рассказывает объясняет каким образом вообще практически это делать то есть мы-то изучаем слава богу две книги сразу одну книгу мы изучаем раф шаломаруша где он объясняет почему это важно с точки зрения торы а вторая книга мы изучаем раф зелек плистин где он обучает как быть благодарными мы сразу это сделали но раф шаломаруш здесь вот в девятнадцатом отрывке приводит в девятнадцатом уроке сегодня мы как раз то что изучаем он нам приводит как раз тот ту основу на которой построена вся книга зелека плистина рафа зелека плистина спасибо ему огромное тоже за то что эти книги замечательно пишет как практически реализовать в жизни благодарность всевышнему чтобы через благодарность соединиться со всевышним значит говорит нам рафа рафа шаломаруш дав книги со благодарности следующее он говорит человек должен приучить себя благодарить всевышнего во всех подробностях за все что кажется будничным и повседневным а на самом деле представляет собой божественное предопределение абсолютное благо то есть вот то что кажется нам уже естественно вот я сижу у меня например там компьютером macbook про да я помню когда в 2005 году я поехал из израиля в америку тогда только появилась толдоти шарун организации и меня пригласили чтобы я помогал им искал возможности ресурсы деньги фандрейзинг я поехал в америку 2005 год собирать для них деньги у нас не было денег вообще у организации толдоти шарун только тогда возникла рафа в ромкоин спасибо ему огромное огромное рафа иуда в рех тоже ему огромное спасибо они были два первых основателя ученики рова из к зильбера за царем я помню как час рабыц как на уроке он сказал такую вещь он говорит вот говорит рэба в ромкоин он пришел ко мне вопросом ему самому сидеть учиться ему тогда было за 30 лет он был до этого не религиозный режиссер художник очень такой яркий известный человек был москве и тут он стал религиозным он у него как бы его корни он каин да и равыцкая говорит вот он ко мне обратился с вопросом мне самому учиться или организовать организацию которая будет помогать другим изучать тору и говорит мой сын равенсон он говорит что нет лучше самому учиться главное для человека это его духовный рост его связь со всевышним его ну то есть как бы вкладывать надо в себя до учиться надо учить тору сидеть учиться в коле ли молиться ну то есть когда ты сосредоточен на своем духовном росте то это очень это важнее для человека арабинская говорит разиль бирза царь он говорит а я считаю что если ты можешь помочь другим то ты должен отложить свои нужды и помочь другим и он ему дал так благословение на талдоте шурон и я поехал тогда в америку значит через какое-то время к ним присоединился и поехал в америке я помню как я купил в америке свой первый ноутбук это был toshiba купила его за 400 долларов же мне для работы нужен был ноутбука до этого я сидел в коляре учил то же тору мне не нужен был на руках тут я купил этот ноутбук я как сейчас помню вот этот ноутбук и кара у меня было но это для меня было чудо света. Это Даташиба ноутбук за 400 долларов. А сейчас у меня там каждый год выходит новая модель макбука. Я его покупаю и я так не радуюсь. А что нам говорит Рав Шаламаруш? Он говорит нужно благодарить за все что кажется тебе будничным и повседневным. На самом деле это божественное предопределение и абсолютное благо. И это надо увидеть. Мы каждый день говорим в молитве будем благодарить тебя и рассказывать о величии твоем. За нашу жизнь, переданную в руки твои. И за наши души, веренные тебе. И за чудеса, которые с нами каждый день. Весь вопрос в том, видишь ты эти чудеса или не видишь. Как ты к ним относишься. И путь через благодарность соединиться со Всевышним это благодарить за повседневные вещи. Дальше он нам объясняет такую вещь, что нужно не просто благодарить, нужно их записывать в памятную тетрадку. Вспоминать, благодарить снова и снова за то, что было с тобой вчера, позавчера. Вот ты, не дай Бог, там, например ну, у каждого из нас были какие-то за последний год, два, какие-то ситуации со здоровьем, в которых Всевышний дал нам выздоровление, мы выздоровели. Одно дело, ну, выздоровел и выздоровел. Но можно открыть тетрадку, вспомнить и сказать спасибо Всевышнему за то, что я тогда как я тогда радовался. Спасибо тебе еще раз и еще раз и еще раз каждый день за мое прошлое выздоровление. И дальше говорится такая вещь, что человек должен воспитать себя, приучить себя, благодарить за каждый аспект жизни в каждое мгновение. Чтобы ему не казалось, что все блага в жизни это нечто само собой разумеющееся. Конечно, это не само собой разумеющееся, что у меня есть компьютер. Спасибо Всевышнему, слава Богу. Спасибо за телефон, спасибо за iPad. Спасибо за все, за все, за все, что Всевышний мне делает. Но тут он говорит, вот за все нельзя благодарить. Надо благодарить отдельно за каждую вещь. И человек должен жить с пониманием, что все на самом деле принадлежит Всевышнему. И Творец мог бы и не дать тебе эти вещи. Теперь, когда ты понимаешь, что все принадлежит Всевышнему, тогда ты понимаешь, что когда ты пользуешься чужой вещью, следует поблагодарить хозяина. И это создает повод постоянно ощущать вот это вот состояние благодарности, которое наполняет тебя радостью, которое наполняет тебя близостью со Всевышним, верой в то, что Всевышний всегда с тобой. И он говорит, например, когда ты подходишь к крану, чтобы вымыть руки, нужно поблагодарить за то, что в кране есть вода. Это не само собой разумеющееся. Где-то есть вода, где-то нет воды. А сто лет назад нигде не было воды. То есть, я еще помню эти умывальники, которые нужно было вначале ведром из колодца набрать воды, потом из ведра налить в умывальник. И ты такой снизу, такая пимпочка, и ты ее так вверх поднимаешь, и тебе льется вода. Но чтобы туда вода попала, нужно ведром туда ее налить. Я помню, когда-то я развалил один колодец. Я был маленький, и я поднял ведро воды из колодца, чуть-чуть отпил, и надо-то было вылить ведро. А я, значит, ну, думаю, все, воды попил, значит, надо вернуть воду, оставшуюся в колодец. И я отпускаю. Полное ведро, и оно начинает лететь вниз, и раскручивает вот эту штуку. Меня эта штука потом чуть не убила, да, потому что ее сорвало с петель, это вот, на которую накручивалось. Это вообще. И теперь, поэтому, когда подходишь к крану сегодня, и открываешь кран, чтобы мыть руки, поблагодарим Всевышнего за то, что в кране есть вода. Есть полотенце, есть сосуд, через который мывают руки. Или пример. Ты вынимаешь одежду из шкафа. Следует благодарить за каждую деталь одежды. Я помню, в детстве я перешивал старые вещи брата, старые вещи отца, сам перешивал. В 16 лет, это был 1900, получается, 89 год, еще эта перестройка еще даже не началась, был большой дефицит всего. И я понимаю, что такой большой дефицит, я в 16 лет закончил курсы кройки и шитья, и научился шить брюти. Я шил брюти, потому что, а где было купить? Не было брюк, а я хотел ходить в красивых брючках. Я пошил себе брюти, отцу пошил брюти, захронули в раха. Вот, поэтому сегодня, когда у меня есть уже джинсы, так надо, или брюти, надо благодарить, надо радоваться. Это не само собой разумеющееся, что есть вещи в шкафу. И, значит, но сперва следует поблагодарить посланца, через которого Всевышний дает тебе это благо. Муж пусть поблагодарит жену, ребенок родителей, ведь все, что в шкафу находится, было выстирано, отглажено и сложено женой или мамой. Поэтому следует поблагодарить их за каждую вещь. Да, тоже это не само собой разумеющееся. Я последние 20 дней, вот мы учим же эту книгу, сегодня 19 урок, шабаты там пропущены, уже где-то около 20 дней. И я свою жену благодарю сейчас каждый день за все, за все, за все, что раньше считал само собой разумеющееся. Я вам скажу, что это совершенно другие отношения, и у меня к ней меняются отношения. Когда ты замечаешь это, когда ты искренне понимаешь и благодаришь, когда ты видишь, что это все еще, ты благодаришь отдельно еще и Всевышнего, вообще меняется. Вот попробуйте. Значит, наш святоучитель, продолжает он, Рабинахман из Браслова, он ученик Рабинахмана, поступал в детстве именно так. Когда он садился за стол, он не просто благословлял на пищу формальные благословения, а он разговаривал со Всевышним и говорил, спасибо за огурец тебе, спасибо за помидорчик, спасибо тебе, Господи, за сыр, и так далее. Очень важно благодарить отдельно за каждую вещь. И тогда это воспитывает в человеке веру в частное предопределение. И когда ты благодаришь за каждую деталь, ты начинаешь действительно жить с верой в частное постоянное предопределение над тобой лично. И то, что даже обычные повседневные вещи даются тебе по милости и соизволению Всевышнего. И что тогда будет? Он говорит, а вот теперь смотрите, что получается. Нет, дальше он пока не объясняет. Дальше следующая глава называется «Не лениться». Он говорит, смотрите, это тяжело. Никто не говорит, что это легко, менять свое мышление, благодарить за каждую деталь. Он говорит, не-не-не, это не легко. Но, теперь нужно поэтому начинать день с того, чтобы молиться Всевышнему и просить у Него помочь тебе выйти из состояния нытья и начать благодарить за все. То есть, это и есть главное намерение. То есть, человеком двигает его намерение, его выбор, его желание. И для того, чтобы благодарить за все, первым делом нужно Всевышнего попросить конкретно «Дай мне вот эту силу, дай мне желание видеть добро и благодарить за него. Дай мне прямо вот я выбираю, я очень хочу, но дай мне силы для этого. Помоги мне видеть твое добро и благодарить за него». То есть, даже намерение, оно тоже принадлежит Всевышнему. И ты просишь, что поверни мое намерение, поверни мое желание. Вся молитва идет, что ей рацион Мелефонека, пусть будет воля твоя. И ты просишь, пусть будет твоя воля, чтобы мой рацион, мое намерение всегда было видеть хорошее. Видеть хорошее и благодарить за него. С этого надо начинать. После этого надо записывать, надо записывать. У меня есть в телефоне такой дневник ежедневного успеха телеграм-бот наверное сделаю чтобы мы для воикра его тоже открыли этот бот он вообще в принципе открыть для для моих участников мастер-группы это если такая мастер-группа проект и это бот специальный в котором он построен именно на дневнике ежедневного успеха только там это успех а мы назовем это благодарность и наверное сделаю не так я для войны сделать другой бот я сделал для вайк работ благодарности в telegram где ты записываешь свои благодарности а потом ты можешь нажать кнопку он тебе выдает эти благодарности выдает эти благодарности ну который ты раньше писал благодарности за неделю благодарности за месяц за все время в моем благодарности там есть такая штука еще в этом боте у меня там есть цели допустим ну цели можно убрать. Цели, ежедневные действия, напоминания. Или можно оставить. Цели ежедневных действий, чтобы он напоминал вам, что надо благодарить. И там есть еще в этом боте такая функция наставники. Где я для людей, которые просто по психологии тренируются. Там наставники, там Стив Джобс у них наставник, Шварценеддер и так далее. Те люди, которые добились больших результатов, и там их цитаты. А мы туда вставим в наставники, вставим как раз Раф Шалумаруш, Раф Зелик Плистин, Раби Нахман. Будут цитаты про благодарность. Ты нажимаешь, и тебе каждый день приходит цитата. Вот мы сделаем такой блинедер, блинедер. Мы сделаем такой чат-бот. Даже вот мы, может, Максима попросим. Максим тоже хорошо в этом разбирается. Может быть, мы сделаем. Не может быть, блинедер мы сделаем. Хорошо. Значит, смотрите. Здесь Раф Шалумаруш советует нам сделать тетрадочку. Он Бресловский хасид. Ему лет сейчас 70. И он поэтому в тетрадочке пишет. Но тоже можно взять тетрадочку или блокнотик. Тоже отлично. Рукой писать благодарности. И когда ты будешь благодарить Всевышнего за все чудеса, их станет все больше и больше. Вот. Вот это вот интересная вещь. Благодарность творит великие чудеса и открывает все врата. Больше, чем любая традиционная молитва. То есть, как только ты действительно видишь вот эти вот чудеса Всевышнего, как Он тебе помогает, как Он тебе дает, благодаришь Его за все, то это как раз и открывает врата для дальнейших чудес. Вот слава Богу, я вам скажу так, что я вижу реально за последние 20 дней еще сильнее стал видеть чудеса Всевышнего и отмечать их и благодарить. И такие случаи начали вещи, вот прям вот открываются такие вещи, которые ну непонятно почему. Ну вот открывается и все. Теперь нам понятно почему. Благодарность творит великие чудеса и открывает все врата, больше любой традиционной молитвы. Ведь человека ведут тем путем, которым он сам идет. Если он решает вглядываться в чудеса и благо, которые для него совершает Всевышний, ему позволяют увидеть все больше и больше чудес. В книге Пелли-Ейц говорится, что для каждого, кто воспевает случившееся с ним чудо, в награду совершается новое чудо. Как сказано, приносящий жертвы, делающий признание, чтить будет меня. В Таилим написано, а дальше написано, покажу ему спасение Бога. Там же. То есть тот, кто приносит жертву благодарственную и чтит, признает и чтит Бога, тому Бог показывает спасение. То есть его будет ждать новое чудесное спасение. Человеку, исполненному благодарности, Всевышний посылает все больше чудесной помощи. Понятно, да? То есть чем больше ты замечаешь милость Всевышнего, благодаришь его, тем больше тебе открывается в этом направлении Всевышний. То есть это известно, потому что то, на что ты обращаешь внимание, ты своим вниманием это выращиваешь. И тот, кто видит добро, он выращивает добро. Тот, кто видит зло, он, получается, питает зло, питает свой негатив и так далее. То есть каждый выбирает, куда он хочет идти. И вот здесь как раз об этом девятнадцатый урок у Рава Зелега-Плискина называется Next. Next. Next to gratitude. Следующее к благодарности. Он говорит так, что наше мышление, наши мысли похожи на мощную реку. То есть все идет одно за другим, ассоциативное мышление. У нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод вот, а у нас сегодня кошка родила вчера котят и так далее. Идет река такая. И мы все время думаем одну мысль за другой. Одна цепляет другую, не две параллельно, а одна за другой, одна за другой. At any given moment we can consciously choose to think a grateful thought. Он говорит, в любой момент времени мы можем осознанно выбрать следующую мысль благодарности. Следующую мысль благодарности. Что это значит? Он говорит, да, оно течет. Мышление течет. Но в этом и есть свобода выбора человека. Мы можем выбирать следующую мысль. И он говорит так, что тебе нужно, когда ты ощутил, что твои мысли, твоя река течет в негативном направлении, сказать слово next. Next на английском это следующее. Next. Можно на английском говорить, можно на русском сказать следующее, да. Дальше можно сказать, дальше. Например, дальше соответствует больше. И затем выбрать thought of gratitude. И после этого выбрать мысль благодарности. Вот человек идет, все, жизнь плохая, не удалась, все, почему они так со мной? Потом такой думает, ну куда я сейчас тону, ну куда я тону? Следующее. И я благодарен Всевышнему за то, что у меня есть ноди, за то, что я иду, за то, что солнце светит, за то, что у меня есть ручечка, за то, что у меня есть книжечка, за то, что я дышу, за то, что я есть, да. Оп. Next to gratitude. Следующее к благодарности. Повторяй это с радостью, с радостным тоном и голосом снова и снова. И когда ты привыкнешь следующее к благодарности, когда ты привыкнешь, что ты можешь переключаться, тебе просто будет достаточно сказать следующее, и у тебя будет включаться сразу благодарность. Значит, а если кто-то скажет, что это для меня не работает, значит, я стараюсь, сейчас, 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 тогда скажи со всем своим сердцем и со всей душой громко, с чистым голосом, я декларирую, что я собираюсь выбрать мысль благодарности. Ну, это что любой может сказать. Я объявляю, что я собираюсь выбрать следующую мысль благодарности. И какая? I am alive now. Я живу сейчас. And I am grateful for it. И я благодарен за это. То есть, есть простая мысль. Самая большая драгоценность, ценность у человека это его жизнь. И не ценить это, это просто плохая привычка. Но когда ты это оцениваешь, да, что ты сейчас не при смерти, что ты не болен и каким-то смертельным заболеванием. И даже если ты болен, не дай бог, то, ну, сейчас ты живой, ты живой, и у тебя есть свыше, не дает тебе, и есть шансы выздороветь, и так далее. То есть, большинство людей находится именно в этом состоянии. Скажи такую простую мысль, я благодарен за то, что я живой. Все, видишь, ты переключился. Значит, и чем больше ты будешь думать мысли, переключаться, и думать мысли благодарности, тем тебе это делать будет легче и легче. И тут он говорит, пришел ко мне один, и говорит, I'm an obsessive type of guy. Obsessive это, когда человек зацикленный такой, да, я зацикленный такой человек, он говорит. Я ему отвечаю, говорит Равзерик Плистин, ну, отлично, как ты зацикленный на негативе, ты можешь так же зациклиться на позитиве, если ты зацикливаешься на какой-то мысли, то ты ему говоришь, не, 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 I don't choose, я не выбираю, говорит он. Мои мысли, они сами по себе, и они, большинство из них, негативные. Я его спросил тогда, он говорит, но если бы ты мог выбрать мысли, какие бы ты выбрал, негативные или позитивные? Конечно, он говорит, я бы выбрал позитивные, ответил он. So right now, please say, тогда я ему сказал, прямо сейчас скажи, I choose, я выбираю, to think of being grateful, я выбираю думать, и быть благодарным, for being able to speak. I choose to think of being grateful, I choose to think of being grateful. Я выбираю думать, и быть благодарным, чтобы быть, чтобы иметь возможность говорить. Он повторил эту фразу, я ему сказал, ну видишь, ты можешь же выбрать позитивную мысль, и сказать ее, но он говорит мне тогда, да, да, могу, но это у меня требует больших усилий. Я ему ответил, я полностью согласен с тобой, теперь у тебя есть выбор, делать то, что просто и легко, и оставаться, быть, и быть несчастным, несчастным, и позволять своим негативным мыслям разрушать твою жизнь, или сделать усилие, постоянно выбирать мысли благодарности. Это твой выбор. Но помни, что ты не только выиграешь от мысли благодарности, а ты будешь еще и чувствовать ощущение feeling of accomplishment, завершенности, достижения, и что ты можешь достигать что-то, что трудно тебе. Да, это нелегко, но вот именно, что все хорошие вещи в мире достигаются через усилия, через труд. Он говорит, он улыбнулся мне в ответ, и сказал, да, я согласен, я выбираю путь, пускай он будет более трудный, но я буду стараться выбирать позитивные мысли, мысли благодарности в любой ситуации. Вот два вот этих вот, вместе если мы соединяем урока, то получается следующая такая вот техника, технология. То есть мы берем сейчас тот, кто хочет, и начинаем благодарить Всевышнего, приучать себя благодарить за простые вещи, которые, которые простые вот эти вот вещи, которые, вот, вот, слава Богу, Ирина говорит, классно, параллельно учим еще английский, спасибо. Видите, вот можно же заметить, в любом вещи можно заметить, спасибо, и мы начинаем усиливать вот эту благодарность за маленькие вещи. И в случае, если, в случае, когда, не дай Бог, вы переключаетесь на негатив, то что? Внимание, на позитив. Следующая мысль будет позитивная. Следующая мысль будет позитивная. Следующая мысль будет позитивная, обязательно. Все, дорогие друзья, у нас сегодня, слава Богу, опять больше 200 человек. Спасибо вам, что вы приходите на вороте, что вы выделили на это время. Спасибо Всевышнему, что дал нам возможности преподавать. Спасибо Всевышнему, что Ваекра, платформа, развивается. Спасибо за вашу помощь, поддержку. Спасибо за ваши молитвы, которые вы молите, чтобы наступил мир на земле, чтобы закончились войны, чтобы люди перестали друг друга убивать, грабить, чтобы был мир и шалом, и радость. И чем больше нас будет благодарных, счастливых людей, тем лучше будет в общем всему миру. Вот. Ну и, конечно же, все начинается с индивидуальной благодарности. Каждую минуту. Спасибо, спасибо, спасибо за все. Никто нам не обещал. Мы живем в раю относительно миллиардов людей на земле, относительно миллиардов людей, которые жили до нас. Мы живем сейчас в раю. Спасибо.